всем доброе утро как вы уже догадались из названия этого видео сегодня я покажу вам свой день в лос-анджелесе у меня такая проблема потому что я история снимаю и снимаю такой общий влог но я решила снять для вас знаете один день из моей жизни в лос-анджелесе вот то есть я проснулась и до самого моего отбоя что же со мной сегодня будет происходить на самом деле у меня сегодня нет никаких глобальных планов знаете вот сегодня все спонтанно поэтому я проснулась немножко привела себя в порядок волосы собрала в хвост потому что сейчас я планирую поехать на пляж я уже как уже сказала собралась надела спортивную одежду беру сумку очки все больше мне для счастья ничего не нужно поэтому поехали я уже вышла из отеля потому что мне нужно ехать в сторону пляжа минут 15 я решила зайти купить какие-нибудь вкусняшки и поесть их на пляже мне кажется это идеальная идеальный завтрак взять какие-нибудь вредняшечки и съесть их на пляже с видом на океан опять я врываюсь в этот опасный просто наверное запрещенный для меня отдел но что поделать мне кажется на пляже нужно есть что нибудь рассыпчатая вроде ммд кстати американцы как-то по-другому говорят в россии мы говорим ммд мс они говорят по-другому и очень странно для них звучит то как мы говорим что я нашла свой размерчик двести семьдесят два грамма камера не передает но пачка прям увесистая ну хотя знаете мне такое не остановит вот будет у меня целая пачка ммд мс я ее съем вот нельзя людям так сильно зависящим от углеводов как я вообще показывать какие упаковочки а вообще серьезно задумалась над тем чтобы съесть может быть что-то более полезное взять с собой на пляж они углеводики чистом виде сахаром может быть кстати безумно вкусный сыр такой вот у них в палочках есть этот сырочек очень удобно и безумно вкусно думаю его тоже возьму и вот фруктовые ништячки можно зацепить а еще обязательно привезу отсюда арахисовую пасту ну потому что это же мне кажется как-то очень по-американски да так как я люблю в качестве сувениров привозить что-нибудь съедобное можно еще привести спам тот самый спам и очень здорово что есть вот такие вот прям перекусики сбалансированы ну вроде как калорийность написано тебе сырочек орешки какая-то какое-то мяско именно такой полноценный перекус не прием пищи но перекус сейчас буду заказывать убер ехать мне казалось дольше около 40 минут да и выйдет мне это все где-то 30 долларов да и почему-то думала что ближе прошлые разы мне казалось что я быстро доехал но наверное потому что я вот момент болтал по телефону я передумала ехать на венисбич и приехала на санта монику и до венисбич собственно прогуляюсь вот такая вот у меня утренняя атмосфера и пойду искать сначала наверное кофе и собственно к океану иду в сторону пирса кофе я пока не нашла решила срочно-срочно спускаться к океану с моста спустилась пониже уже вот такая вот картина перед глазами яркая приближаюсь к пирсу и мне кажется что есть вероятность что где-нибудь здесь не могу добыть кофе знаете я в лос-анджелесе уже неделю по ощущениям как уже говорила кажется что несколько месяцев но я до сих пор не привыкла к тому что меня окружает я каждый раз даже если возвращаясь там на пирс возвращаясь на пляж я каждый раз как будто бы в первый раз здесь нахожусь каждый раз испытываю такие же просто какие-то невероятные эмоции искренне радуюсь я я просто восторге я знаете в душе мне кажется все-таки немножко да и не только в душе немножко рыдаю от счастья того что меня окружает того что я исполняю свои мечты ну я думаю маленькая алина бы не просто гордилась тем где я сейчас была бы просто в восторге как собственно и большая взрослая алина тоже как будто бы попала в какой-то мультик все яркое цветастое и намного мне здесь нравится больше сейчас людей вообще нет наслаждаюсь простором и просто картинкой из своего детства потому что пирс санта моники это тоже одна из локаций в которой маленькая алина мечтала оказаться и теперь она здесь своими ножками ходит по этому пирсу чувствует запах океана слышит океан видит интересных людей вокруг еще одна прелесть которая окружает меня в лос-анджелесе этого такие вот пушистики красавчики они повсюду собак здесь безумное количество поэта и как правило многие ходят там минимум с двумя собаками и еще немножко микро красоты здесь все такие ухоженные все такие нам и ты такие сладенькие и всех можно почухать в принципе люди доброжелательно к этому относятся песиков я почухала вот голубей чухать конечно не буду привет для полины просто голуби тут многие рыбачат здесь это по моему даже легально приходи рыбачь не созерцай такую вот красоту океан и когда здесь нет людей это реально другая атмосфера ребята кажется я наконец-таки нашла живительное слово кофе поэтому пойду ворвусь тем более там мои друзья уже собачки а вот это мои уже друзья ты меня уже узнаешь да ну все я ворвалась взять себе что-нибудь и идти гулять уже непосредственно по пляжу какая-то здесь кофейня взяла себе булочку с корицей такой свинобончик и жду свой кофеечек кстати это подмосковные вечера ребята все я спускаюсь люди там даже на волнах прыгают кто-то внизу под лестницей спит и почти никого все на пляже сижу моя булочка мой кофеечек мои кроссовки и мой вид на океан жалко реально камера не передает запах вы почувствовали этот соленый-соленый запах сейчас знаете что еще офигенно есть люди вот так вот этот мужчина они просто бегают и собирают пластик просто человек бегает и собирает мусор это по моему очень здорово вот такие вот у меня тут подружки зарывшиеся в песок сидят вместе со мной пока я кофе попиваю но все после того как я поела я могу выдвинуться на пробежку да я знаю что по идее нужно бегать на голодный желудок но мне как-то вещь поела и так хорошо пробегусь поэтому выдвинусь до винис бич и бегать вдоль океана это ну не знаю то что меня мотивирует собственно просыпаться с утра пораньше вот еще одна интересная зона на санта-монике покажу вам ее до пробежки тут воркаут ребята и девчонки тренируются занимаются спортом спорт это мне кажется основная религия калифорнии все я успешно побегала жарко разделась и теперь уже иду непосредственно вдоль пляжа слушаю океан время для умиротворения скажем так после такой не тяжелой тренировки я не слышу я сильно перенапряглась просто получила приятные эмоции от какой-никакой физической нагрузки и сейчас иду по песочку это очень хорошее сопротивление потому что очень много калорий я расходую пока пытаюсь ровно пройти по песку мой финальный пункт назначения вон там прям вдалеке на горизонте его практически не видно так что буду идти мне кажется реально долго так и несмотря на то что зима серфингистов это вообще не останавливает как собственные маленьких детей кайфуют купаются но серфингисты так вообще чайные ребята ну все я прошла три с половиной километра я посмотрела по гугл-картам потому что я от санта моники пирса дошла до венестречка вот там вдалеке даже не видно вот даже я не вижу пирс представляете снова я присела посидеть у океана потому что улетаю я уже через три дня и хочется запастись этим ароматом и этой атмосферой так что сижу на пляжу вот еще одно супер атмосферное место на пляже венесбеч катаются на скейтах и 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 буквально немножко свернула с основной улицы и здесь такой супер спокойный райончик многие дома продаются многие сдаются в аренду реально так спокойненько здесь сразу потому что на венес музыка отовсюду играет здесь ничего барбекю американские домики но здесь наверно очень дорогая недвижимость мне почему-то кажется а как вам такая цветастость что посмотрите чей-то дом так оформлен я сейчас в ожидании своего убера потому что мне нужно в магазин адидас который на санта монике то есть куда я приехала изначально сюда я шла наверно уже все-таки четыре километра придется ехать обратно потому что поступил неожиданный заказ что кое-кому нужны оказывается кроссовки адидас поэтому выдвигаюсь поеду на обере искать кроссовки потому что за некоторыми нужно поохотиться и я постараюсь это сделать я приехала на улицу где можно пошепиться victoria secret конечно же обязательно зайду потому что кофточка это на мне тоже от victoria secret спортивная одежда мне их в принципе нравится интересно у них тут выглядит магазин ну а я пошла на поиски адидас и конечно же в холостую я приехала в адидас потому что этих кроссовок конечно же там нет как я предполагала продавец сказал что ну как бы их раскупают в первый час продажи и поэтому попытаюсь найти где нибудь еще я зашла просто в рай недалеко от адидас есть такой вот магазин с разной обувью кроссовки что собственно мне и нужно что вы думаете я не ушла без покупки я нашла те самые кроссовки причем девочка сказала мне что этого размера нет она его реально не нашла я когда уходила просто при входе когда фотографировала снимала для stories кроссовочки думаю а вот эту бару она проверила и это оказался тот самый размер я сама нашла эти кроссовки и за я исполнила заказ и с чистой совестью могу идти обедать и что же я выберу на обед конечно же американскую кухню ребят ну день в лос-анджелесе день в америке нужно проводить по-американскому вот такая вот закусочная бургеры коктейльчики посмотрите на эту атмосферу чувствую себя как в американском фильме боже мой здесь даже смотрите аутентично выглядит трубочка какая прелесть я даже рада что я не села вон туда за кресло мне кажется что именно за вот этой стойкой максимальная американская атмосфера посмотрите какую красоту мне тут сделали обалдеть я в шоке очень мило на самом деле на штуке кепчуком нарисовали ну в общем вот ситуация но она вообще не детская ребята здесь супер милый персонал вообще они прям такие душечки посмотрите какой сюрпризик мне подарил парень который обслуживает и просто шоке это очень мило он спросил ну как на надолго ли я приехала в америку я сказал что я вообще здесь первый раз в на 10 дней он сказал что это на парень а еще я просто в шоке от цены потому что победа не вышла всего в семь девяносто два просто офигеть на самом деле это очень доступно потому что я заказала детская но детская по размеру реально как взрослая очень доступная цена считаете как поесть в нан аут но качество нам ну как бы намного лучше и поэтому три бакса еще сверху конечно официанту за совет ну и конечно же потрясающая идея после того как навернула бургеров и картошечки фри ворваться в викторию секрет ну почему бы и да согласитесь да ну что человечек зашопился я обновила себе кстати спортивный гардероб спортивную одежду я очень люблю виктория секрет поэтому не ушла без покупок купила шорты лосины и топ все мне это обошлось 99 долларов еще и села в утр и впервые попробую ехать с попутчиком оберпул я конечно дико извиняюсь ситуация такая что пришлось заехать в еще один магазин ну вот ну бывает что можно сказать такой вот сегодня получился день еще и насыщенный на шопинг причем абсолютно из разных ценовых категорий а еще да не рассказала про уберпул нормально у меня было всего два попутчика но мы ехали очень долго то расстояние то есть я могла это же расстояние проехать но где-то в полтора раза быстрее поэтому я не думаю что я еще буду заказывать уберпул потому что на этом выиграла типа 10 долларов но ехала на полчаса больше нет по моему оно того не стоит 10 долларов полчаса просто я здесь не так много дней и поэтому мне каждый час каждые 10 минут на вес золота вернулась в номер у меня здесь такое красивое закатное солнце надо подзарядить телефоны и попозже я пойду встречусь со своей знакомой девочкой фотографом и моделью по совместительству точнее мы с ним познакомились в инстаграме ну договорились встретиться пока я в Лос-Анджелесе пока у меня телефоны заряжаются смотрю точнее листаю журнальчики про Коби Брайанта буквально на днях точнее по моему даже вчера прошло прошло мероприятие посвященное памяти Коби Брайанта и я взяла купила два журнала привезу их в Россию так что тут весь Лос-Анджелес конечно очень сильно грустит все вспоминают легендарного спортсмена это все транслируется и на самом деле у меня мечта попасть на игру Лейкерс но возможно я это сделаю в следующем году потому что игра будет в четверг наверное хороших билетов уже не осталось надо посмотреть но в любом случае ни одной же идти поэтому наверное в следующий мой приезд ну а сейчас подзаряжу телефон пойду чего-нибудь хомячу у нас тут есть кухня даже как-то не верится что уже через два дня я буду уезжать придется ехать обратно я уже настолько привыкла находиться в Лос-Анджелесе настолько привыкла к этому ритму что мне кажется это будет очень очень тяжело если честно уже наступил следующий день я вчера не закончила съемку потому что мы просто заболтались с Ладой мы реально ну болтали 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 и уже как бы наступила ночь я совсем забыла закончить видео на самом деле кадры которые я буду снимать сегодня наверное пойдут еще и в основной влог я опять еду на океан ну то есть как бы послезавтра 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 мне уже уезжать каждый день езжу на океан с утра и сейчас за мной приедет Uber чтобы вы понимали за мной приедет Cadillac ну то есть первый раз за мной приедет американская машина обычно здесь Toyota приезжают в любом случае я надеюсь что вам понравился мой день хотелось бы показать что будет со мной сегодня но это будет в основном большом влоге вообще с путешествия в Америку обязательно подписывайтесь на мой канал нажмите на колокольчик подписывайтесь на мой инстаграм я хочу быть с вами на связи хочу отвечать на какие-то ваши вопросы не знаю в какой форме еще сделать может быть нам сделать какой-то канал в телеграме не знаю чат где мы могли бы с вами общаться в общем обязательно оставайтесь со мной на связи оставляйте свои комментарии у нас с вами была Алина увидимся в следующих роликах и в следующих путешествиях пока